Всем привет еще раз, ребята. Бывают в жизни такие ситуации, как, например, Тушав Хузер. Это те репатрианты, граждане Израиля, которые долгое время не жили в стране и выехали. Так, ребят, постараюсь ничего не забыть. Еду сейчас в Альмолк на временное жилье, забираю две семьи. Одну одиночку, женщину, и семью. Почему так срочно? Потому что у меня есть две четкие квартиры, самые лучшие, что есть. Я еду быстро им, чтобы этих показать. Возможно, помогу им еще проездные пооформлять, чтобы они потом не мучились, и чтобы я потом не мучился, их обратно не вез, и чтобы они на такси не тратились. И, короче говоря, ребят, начинаем работать. Поддержите в начале видео меня своими лайками, комментариями, друзья, и подписками. Спасибо вам большое, что вы это делаете. Я уже сейчас думаю, как мне расширить команду свою, да, здесь на канале, для того, чтобы делать и контент, и заниматься вами. Потому что иногда я просто всем не успеваю заниматься одновременно. И некоторые из вас даже на меня обижаются. Но, ребят, простите, делаю, что могу. Стараюсь делать все качественно и от души. Поэтому, простите. Ребят, дует не по-детски, но погодка хорошая. Ребят, итак, хочу познакомить вас с Олегом, новый репатриант. Олег, добро пожаловать в Хайфу. Вижу по лицу, что вам нравится вот эта вот морская картина. Мы с Олегом хотим побеседовать, больше никого в машине беспокоить не будем. Есть, коллегу, пару вопросов у меня. Олег, скажи, пожалуйста, исходя из каких критериев вы для себя выбирали первое место для жительства, именно Хайфу? Почему вообще выбрали Хайфу город? Мы посмотрели карту школ, где более качественное образование, близость к морю. Все эти горы напоминают Крым. Крымские пейзажи. От себя по традиции хочу пожелать вам всего хорошего, найти хорошую квартиру. Едем сейчас искать квартиру, которая у меня одна есть, хорошая. Я знаю, что она очень хорошая. Кириады лезерей, сейчас вы ее увидите. Вот такая вот трехкомнатная квартирка. Минус, конечно, это то, что нет окна в салоне. Потом идет у нас здесь ванная комната. Вот такой ремонт красивенький здесь сделан. Эта квартира будет полностью мебелированная. Вся мебель, которую пожелаете. И здесь есть комната безопасности. Здесь будет стоять стиралка. И вот такая вот еще комната безопасности здесь есть. Сейчас на улице покажу эту квартиру. Эта квартира 3,300 стоит. Кириады лезер, новая дверь. Здесь будет врезная духовка, поверхность, холодильник, телевизор, салон, стол, стулья. Все как положено. И вот есть еще у нас такая квартирка. С вот такой вот терраской. Посмотрим на нее. Очень классная гена вот такая вот. Остановка напротив. Везде новые окна вот такие. Опять же вот такая вот телевизор, окно, кухня. Ой, кухня. Холодильник, плита. Кухня вот такого качества. Вот такая вот одна комната. Терраса с телевизором. Да. И вот вторая комната. Ну и вот кириады лезер. Вот то, что любят хейтеры Израиля показывать. Лужи, болота, грязь. Ну это он такой и есть, кириады лезер. И вот эта квартира. Здесь она находится. Реставрируется вот этот вот дом. Вот так вот здесь все. В принципе, неплохой вариант. А для второй квартиры за домом вот хозяин вот таким образом выложил вот такую дорожку. И там получается идет, скажите, я вам скажу, веранда. И вход в ту квартиру, которую вы сейчас смотрели. Вот это район кириады лезер, ребят. Всем привет еще раз, ребята. Бывают в жизни такие ситуации, как, например, Туша в Хузер. Это те репатрианты, граждане Израиля, которые долгое время не жили в стране и выехали. И потом опять возвращаются. Иногда у них остаются незакрытые долги, типа биток в люме или банки. И таким людям тяжело снять квартиру, потому что они не могут дать чеки. И даже если они там неделя-две пройдет, они пойдут в банк, банки просто так им чеки не выдают. То есть они как минимум требуют, чтобы у них положительный счет на банке был 3 месяца. И только после этого могут оформить карточку и дать счет. Сегодня ко мне обратился один из таких людей, который вернулся в такой ситуации. Был, я ему показал у нас на Ядлабаним квартиры, приступил к переговорам с хозяином. Но проблема, что такие свежие квартиры тяжело взять. Сегодня сейчас мы находимся в квартире в Кириатате. У нас тоже есть квартиры в Кириатате. Это квартира нашего каблана, его личная. И получилось договориться. Вот выручил человеку, сдал такую квартиру. Получается без чеков. Конечно, будем надеяться, что человеку в ближайшее время чеки отдадут. Но, тем не менее, бывают такие ситуации. Я могу помочь, но не всегда тоже. Но буду стараться помогать всем, кто будет с такой ситуацией обращаться. Но не всегда я гарантирую, что я смогу такую квартиру такого качества находить. Потому что без чеков почти нереально такие квартиры сдавать. Потому что хозяева хотят чеки, хотят показывать банкам, что их квартиры приносят доход. Для того, чтобы их закладывать и брать следующую мошканту. Вот так это работает. Поэтому посмотрите сейчас на эту квартиру. Ну и вот вот такая квартирка. Это небольшая двухкомнатная квартирка. Эконом-вариант. Вот такая ванная комната здесь, ребята. Вот такие вот. Мы позабираем эти два дивана. Отсюда, не отсюда, не диван, а кресло. Микроволновка. Вот такая плитка получше. Чайник. Вот такая вот спальня. Окно. И гардеробная. Здесь еще будут какие-то, может быть, трубки. Чтобы можно было вещи складывать. В принципе, довольно-таки неплохой вариант. Квартира стоит 2500 шейкеров. И включаю все коммунальные платежи, ребята. Вот. Продолжение следует.